В этом шаре находится 10 додекаэдров. Всё выполнено на токарном станке. Наружный диаметр шара 89 миллиметров. Самый маленький додекаэдр внутри имеет размер 6 миллиметров. После разметки шара, шар устанавливается на планшайбу и начинается изготовление. Начинается изготовление с сверления. Начинается сверление с диаметра 2 миллиметра. Это самое минимальное на отверстие в самом маленьком додекаэдре 2 миллиметра. Затем сверлится, просверливается до диаметра 4 миллиметра. Это отверстие на грани 2-го додекаэдра. Затем сверливается отверстие до диаметра 7 миллиметра. И так далее будут сверливаться отверстие до диаметра 2 миллиметра. Расточным резцом производится рассачивание отверстия с диаметром 12-го додекаэдра 3 миллиметра. В соответствии с конструкцией станки. Таким образом будут выполнены степенческие внутренние отверстия. Начинается с диаметром 2 миллиметра с выполненным сверлём. и так далее 4 миллиметра рассверливаться отверстие до диаметра 3-го додекаэдра. Таким образом было получено гладкое степенчатое отверстие. Самое маленькое введение отверстие гаметром 2 миллиметра. И самое большое расточенное гаметром 34 миллиметра. Затем канавочными внутренними резцами производится выполнение канавок. Начинается выполняться с самой маленькой канавки. Продолжение следует... ...пропавленные центральных внуков ...проводлений 5 миллиметров Трапов 10 миллиметров Продолжение выполнения шара. Вот уже много граней сделано. У этого отверстия еще канавки не выполнялись, только выполнены росточки. Вот уже много граней сделано. Осталось две вот эту и вот эту грань сделать и доделать вот это вот отверстие, выполнить канавки. Осталось. Шар почти уже доделан. Осталось только одну сторону доделать. Остальные все грани уже выполнены. Все готово. Последняя установка на планшайбе. Работа вся выполнена, токарная работа. Все додекаэдры освободились. Шар готов. Осталось только отделать наружную поверхность. Обработать. Шар готов. Шар готов. Шар готов.